Всем тихой ночи! Пришло время замечательных историй по самосбору, потому что сами эти истории себя не расскажут. После моего первого видео про эту вселенную мне написало немало людей, каждый из которых рассказал какие-то детали, но сбор материалов по этой вселенной вещь несколько сложная, потому что в нем нет привычных читателей SCP статей с лором, канон хабов тоже нет, а есть лишь короткие куски текста бугурта. И если вселенная SCP это как большое лоскутное одеяло, то самосбор это такой лего конструктор, состоящий из миллиона деталек, которые можно всячески соединять между собой и собрать свой самосбор. В этом видео я снова засовываю руку в большой темный мешок этого сообщества, достаю оттуда горсть деталей и пытаюсь что-то соорудить. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, для сохранения некоторой целостности повествования, я взял идеи из бугуртов одного автора, ссылка на него тоже есть. Одна из теорий появления самосбора заключается в том, что он появился в результате экспериментов в каком-то старом советском НИИ. Некоторые утверждают, что сам самосбор появился из НИИ трэдов, о которых я рассказывал на другом канале, найти то видео можно в описании. Даже после превращения всего окружающего мира в бесконечную хрущевку, НИИ продолжили свою работу. Какие-то пытались понять суть происходящего, некоторые стремились помочь людям, запертым в стенах этого явления, а иные работают просто по инерции, потому что так привыкли. Потому что что еще делать, если не работать? Ученые одного из этих НИИ создали полезнейшее устройство – детектор самосбора, который поднимает тревогу, когда невыразимый ужас подползает к дверям жилых отсеков. Это изобретение и правда сделало жизнь многих проще и безопаснее, ведь казалось бы, все просто – звучит сирена, прячься за надежной гермодверью. Но шло время, многие из этих устройств ломались, некоторые ломали сами жители. Например, на ютубе есть небольшая анимация, по сюжету которой главный герой намеренно сломал в своем отсеке детектор, чтобы все вокруг погибли при наступлении непознаваемой тьмы. Ссылка на нее, разумеется, внизу тоже есть. Конечно же, на смену старым детекторам изготавливаются новые, но вот их качество сильно падает, ведь со временем объединение НИИ существующих в самосборе обросло запутанной сложной бюрократией, параноидальной службой безопасности, и в конце концов отросла партия с не самой понятной идеологией, власть которой проникла во многие уголки гигахруща. В партии, кстати, сидят одни бессмертные старики. Руками партии служила, конечно же, упомянутая служба безопасности. Она вылавливала идеологически неправильно настроенных жителей, людей, которые узнали и поняли слишком много, да и просто кого попало, но при этом была не способна сделать что-то с отделениями НИИ, набитыми безумными сектантами, которые, проводя абсолютно бесполезные эксперименты, отправляли десятки людей на верную смерть. Впрочем, и обычные отделения были не сильно лучше. В одном из бугуртов описывается, как сотрудник НИИ сделал детектор на основе простого генератора случайных чисел, и при этом он оказался лучше того, что использовался в одном из блоков ранее. Вскрыв старый блок, он увидел, что тот создан местным НИИ филологии. После успеха детектора на основе генератора случайных чисел, НИИ кибернетики решает еще немного улучшить жизнь людей и создать суперкомпьютер, который бы управлял всем вместо армии чиновников. Суперкомпьютер этот, правда, в итоге отдает приказ в расстреле своего создателя. Но, как говорится, лес рубит, щепки летят. Компьютер в итоге не слишком хорошо справился со своей задачей, и многие жилые блоки оказались в критической ситуации. В одном из них из-за недостатка пищевых концентратов начался голод. Жители этого блока, в надежде найти хоть какие-то припасы, начали вскрывать ранее запетонированные переходы. За одним из таких проходов обнаруживается помещение, в котором стоят сделанные из материала, похожего на бетон, статуи людей, и нет больше ничего. Изучение материала показало, что он обладает удивительными свойствами. Из него можно легко делать различные вещи, придавать любую форму при сохранении неплохой прочности. А еще материал защищает от самосбора. Он буквально становится непреодолимым препятствием на пути живого ужаса. Во время дальнейших исследований было открыто, что этот материал, похожий на бетон, можно даже есть, и он вполне себе утоляет голод. Правда, если питаться им достаточно долго, человек сам превращается в подобие бетонной статуи. Однако было открыто, что человек при этом не умирает, просто его жизнь сильно замедляется. И превращенный в эту статую человек проживает свою жизнь настолько медленно, что со стороны кажется неподвижной статуей. Когда пищевые концентраты кончились, все жители блока перешли на питание бетона из этих фигур, и через какое-то время сами ими стали. Так они и жили множество циклов, пока обитатели соседнего блока не пробили дыру к ним. Впрочем, это все события связаны лишь с одним из скоплений людей. А ведь самосбор огромен, если не бесконечен. И в разных его закоулках творятся еще более удивительные вещи. В одном из таких, например, стоит машина, которая ни много ни мало управляет временным потоком. И таких временных потоков, как выясняется, много. Один вложен в другой. Рекурсивная мультивселенная, короче. При этом в разных временных потоках могут различаться даже физические законы. Возможно, эта машина является даже центром всей реальности самосбора. Однако самосбор это, похоже, явление не совсем техногенное, потому что в другом месте замечен смыслопровод под номером 42. И если отпить из него жидкости, существование любого человека удивительным образом наполняется смыслом. То есть различные субъективные штуки, такие как смысл жизни, имеют тут вполне осязаемую природу. Так что да, теория о том, что самосбор существует где-то в ноосфере, находит все больше подтверждений. Еще в подтверждении этой теории я нашел бугурт, в котором главный герой при жизни собирал много различных справок в местной многоуровневой бюрократии. В какой-то момент его накрыло самосбором, и уже в качестве монстра самосбора, в которого тот превратился. Ему также пришлось собирать справки. Затем его забили гроблями бравые ликвидаторы. Однако в загробном мире, как оказалось, тоже нужно собирать справки. Таким образом, вне зависимости от того, человек ли, монстр ли, или какая-то посмертная форма, правила самосбора едины для всех. А раз идеи тут первичны, значит, скорее всего, мы имеем дело с ноосферой. Главное явление вселенной самосбора, это, конечно же, сам самосбор, и он крайне многолик. В некоторых случаях это просто какие-нибудь монстры, ядовитый газ или едкая жидкость с запахом сырого мяса. Иногда это буйно растущий борщевик, питающийся человеческой плотью, а иногда он приходит в крайне странных формах. В одном из секторов самосбор поразил административные помещения и буквально захватил власть. При этом жители сектора приняли это как должное. Приказы самосбора стали хоть и немного более безумными, чем обычно, зато они оказались более грамотно оформлены, что очень понравилось местным бюрократам. Впрочем, грамотное оформление не значит наличия в них смысла. Например, некоторые законы включают в себя запрет на чтение определенных пунктов, то есть выполнить такие законы невозможно, не нарушив их самих. А наказание за нарушение законов тут чаще всего расстрел, хотя есть и более экзотические, например, запрет на прямохождение. Есть даже бугурты, с которого можно сделать вывод, что никакого самосбора нет, его наступление лишь имитируется местными спецслужбами. Все аномальные эффекты создаются диковинным оборудованием, самими сотрудниками, а монстры – это переодетые люди. И все это делается то ли для того, чтобы спихнуть на необъяснимое явление плохую работу партии, а может для того, чтобы какой-то из них смог проводить свои странные эксперименты. Так или иначе, жизнь в гигахруще продолжается. Люди все еще надеются понять суть происходящего, а может быть даже выйти наружу. В одной из вертикальных шахт был построен великий хрущий цикл, назначение которого было в том, чтобы ехать вниз и узнать, наконец, сколько же этажей в сооружении. После 70 лет непрерывного путешествия вниз оказалось, что, скорее всего, этажи бесконечны. Люди не унывали и построили реактивный ракетный лифт, который взмыл по шахте вверх. Лифта ракета сбросила сначала первую ступень, затем вторую, и, пролетев, множество тысяч этажей взорвалась. Цивилизации, находившиеся на уровне, где произошел взрыв, посчитали это началом войны и стали сбрасывать в шахту бомбы. Так началась Великая Хруща война. Таков мрачный мир гигахруща. Думаю, такие видео еще будут. Возможно, я сделаю еще несколько погружений в гигахрущ с точек зрения разных авторов. А затем, возможно, выйдет несколько видео по разным отдельным вещам из мира самосбора. Всем пока!